Ремонт, после которого нужен еще один ремонт. В Твери этим летом покрасили остановки, а на улице Горького смонтировали новый павильон. Однако он простоял меньше месяца и начал обрастать ржавчиной. Корреспондент нашего телеканала проинспектировал самые многолюдные остановки и поинтересовался, что не хватает гражданам для комфортного ожидания транспорта. Улица Советская, остановка общественного транспорта. Незамысловатые конструкции появились в городе всего несколько лет назад, а уже пришли в удручающее состояние. В августе этого года, в преддверии холодов, павильонам решили придать эстетический вид и покрасили их. Краска здесь, мы видим, очень достаточно дешевая. Есть молотковые краски, которые наносятся специальными способами, пульверизаторами. А здесь видно, что краска наносилась явно кистью, то есть бытовым кустарным способом. Или она уже отремонтирована, понимаете. Пятны краски, городская пыль под очередным слоем цветного покрытия, трещины и потеки явно не прибавили павильонам эстетичного вида. Впрочем, говорят граждане, как покрасили, не так уж и важно. Важен комфорт, ведь в зоне ожидания порой подолгу приходится коротать тягостные минуты. Хотелось бы, чтобы они мусь побольше были, пошире, чтобы людей больше помещалось. Нам бы лишь укрыться было и посидеть где. Не на всех остановках есть где посидеть. А ноги не годятся. Вот это вот. Выбитые стекла, отсутствие перегородок, защищающих от порывов ветра, маленькие лавочки – привычная картина для большинства павильонов. Особенно эта проблема актуальна в преддверии холодов. Остановку речного вокзала принимает каждый день автобусы, следующие в пригород. По словам жителей, здесь всегда многолюдно. Спрятаться от дождя под короткой крышей удается не всем, не говоря уже о том, чтобы где-то присесть пожилым людям. Все время разбито, все время сломано. Видите, что творится? Вы сами видите. Здесь невозможно. Пожилые люди садим, посмотрите, там какие дыры. Там невозможно подойти к этому, к автобусу. Видимо, не озорство радио, скорее для комфорта сюда была принесена скамейка с набережной. Впрочем, маленькая крыша едва способна защитить сидячие места, не говоря уже о дополнительных, незаконно установленных. То есть надо исходить из потребностей наших жителей, сделать остановку более вместительной и удобную для лавочек. Мы уж не говорим про освещение и Wi-Fi. Впрочем, вопросы у общественности возникают и не только к старым остановочным комплексам, но и новые привлекают к себе внимание отнюдь не оригинальным видом или качеством, а скорее наоборот. Заими недостатками. Павильон смонтирован всего несколько недель назад, а по нему уже расползается ржавчина. Краска, как мы видим, она уже новая остановка, она уже отшелушивается, соответственно, начнет гнить. То есть в ближайшее время или в следующем году здесь будет производиться ремонт новой остановки. Это вообще умоленькости жима. Граждане, безусловно, рады новой остановке. Но сету и для Тверского климата такая облегченная конструкция не годится. Надо хоть нормально ловить. Вот здесь, с одной стороны, с другой закрыть. Ну что, по-другому, это холодно же, замерзли. Пенсионеры, мы же все время на транспорте. В Твери функционируют более сотни остановочных павильонов. Однако не все они сохранили перераз данный облик. К этому, стоит отметить, приложили свои руки не только горе-маляры, но и вандалы, которые то стекло выбьют, то крышу сломают, то поликарбонат проломят. Городские власти пояснили, что по мере необходимости приводят в порядок остановки, ремонтируют и красят. Новая ржавеющая остановка на улице Горького, как уверили в администрации города, будет покрашена. Ну как надолго следы коррозии оставят конструкцию, тоже большой вопрос. Продолжение следует...